10 часов вечера, самоват наконец-то здесь. Со стороны кухни у нас топочная дверка находится, то есть это печь со сквозной топкой. Сгреб их сюда на колоснике, они быстренько догерели. Очень удобно иметь печку, потому что заказчики их подъезды подъезжают и смотрят. Не с того места топили и все, и хорошую печку просто угробили. Всем доброго дня, сегодня мы в Красноярске, приехали в гости к Алексею Духлинцеву и к Сергею Гурьянову. Сейчас посмотрим, как ребята работают, сейчас находимся на живом объекте, то есть здесь у нас рабочая зона, там строится печь. Рад приветствовать, так уже на камеру поздороваемся, хотя уже 2 часа, так скажем, общаемся. В общем, начнем с Сергея, Сергей больше отвечает как раз за подготовку кирпича и вот как раз за уличную работу. Ну, начнем мы с чего? Это смесь. Здесь у нас, подходи сюда, вот такой вот миксер. Был зубр помер, и теперь это называется не зубр, двухшнековый. То есть делаем жидкую глину. Почему жидкую? Потому что мы ее процеживаем. То есть вот у нас вот сито, потому что получается очень много включений. Здесь не видно, садов побольше. То есть камушки, черноземчик, кровинки и прочее. То есть все это отметается, выкидывается и все. Потом, второй нюанс, у нас его, мы когда разговаривали с вашим Кутузовым, мы ему подсказали, что мы, когда глину просели, добавляем фибру. Именно базальтовая, она не горит. Вкладку? В раствор. В раствор, да. Ее прям видно. И получается армированная. То есть она равномерно? Равномерно. Жидкую глину добавил, высыпал, перемешал с жидкой глиной. А потом добавляем песок. И песок тоже обязательно просеиваем. Вот с этой штукой раствор намного лучше. Он и пластичнее, и маленечко. Ну свои качества. И фактически не дает ни усадки, ничего. А давно вообще начали этим пользоваться? Практически сразу. Сразу? Работать, да. Да. Очень хорошо видно волосики, вот прям видно. Фибра торчит. И она получается армирует. И вот мы когда с Кутузом разговариваем, так посмотрел. И сейчас в каком-то из роликов он уже тоже это делает. Он не в клей, по-моему. Ну, милей на футеровочную часть там подмазывает. Второй у нас этап. То есть вот уже лежит весь кирпич подготовленный. Так как мы ложим по лазеру. То есть вот у него задняя сторона гладкая и шершаленькая. То есть вы калибруете тоже, снимаете? Да. Потому что если мы так вот смотрим на кирпич, вот у него юбочка. И вот. И здесь мы видим, что юбочка просто-напросто отсутствует. Потому что у нас лазер ставится и все прекрасно видно. Используем две болгарки. Одна с грубой снимаем и вторая фасочки. Чтобы никого. Да, потому что ну. Это специально диск или он уже сточился просто? Нет, это специально такой. Специально, да. А ему тоже уже давно, он с нами все. Теперь, когда нам нужен кирпич подрезок, мы используем станок ДиАМ 250. И здесь тоже такой огромнейший нюанс. У нас на самом деле он хоть и 250, это круг 250, но мы в Лирла покупаем вот такие диски. Да, 230. У него внутри колечко. Вот колечко для болгарки, а колечко если выбить, он как раз надевается сюда. В чем плюс? Потому что когда холодно, можно сухой рез. У него сухой рез и мокрый рез. Плюс он стоит 1200-1800. Там этой логики не понять в Лирла как и что. Ну, его хватает там грубо на 2000 кирпичей. То есть, ну, на один месяц его хватает. Если брать фирменный 250 диском, там 5, 7, 8, 10 тысяч по-разному. Поэтому разница... А хватает 230-го размера? На все полностью хватает. Единственное, иногда не хватает, когда вот он подточенный, сточенный, тогда 45. Ну, это у нас, потому что ручка пластмассовая отвалилась. То есть, под 45-м углом... Под 45-м 22. И здесь вот у нас еще заметочки, когда для тандыра пилишь. То есть, у нас уже свои царапинки, на какой диаметр. Тандыр, это вот эта внутренняя часть тандыра будет. Да, это внутренняя часть. То есть, он цилиндрический получается, да? А это получается сверху, когда уже не делаем. Да. И еще здесь нюанс. То есть, когда тандыр пилишь, вот получается сюда. Форма не проваливается. Да, не проваливается. Его дни допиливаешь просто. Переворачиваешь тогда одинаковые. И все. Обломал, болгаркой подработал. Все, ровненько, одинаковые кирпичи полностью. Но вообще тандыры часто приходится собирать? Одно время прям... Прям тандыр за тандыром. А сейчас почему-то редко. Но мы от барбекю комплексов отказались. То есть, стараемся не делать. У нас... То есть, мы сейчас географически выбираем объекты. И в основном только печки. Потому что печка, она как-то... Ну, мы считаем, она живая. Тепло дает. Все ее более интересно ложить. А тандыр, ну, как это... Это больше понты. Понты. Ну, в общем, уже сложилось мнение, что с печами... Больше в печах развивается. Да, больше в печах. Потому что вот сейчас вот... Ваши заказы печной мир почти не берем. У нас уже сарафан наработанный. И уже на следующий год 4 заказа. То есть, сейчас сезон заканчиваем. И все по печам. Люди ездят. А сезоном как? Зимой не работать не получается? Стараемся не работать. У нас свои дела есть. Ну, холодно зимой. Работать это надо. Песок подогреть, все подогреть. И все. То есть, продуктивность низкая. А заработок намного меньше. И почти нет смысла. Но еще вот сейчас говорите, да, про сарафан на радио. То есть, это же уже наработанное, получается? Да. Ну, вот мы с вами 5 лет уже работаем. 5 сезон. С теми, с людьми, с кем вы работали. И вот это опыт тоже. Получается, вы учились у нас. Да. Вот мы... То есть, ну как... Вместе учились? Да, да, да. И так сошлись. Да, сошлись и все. То есть, я... Обознакомились на курсе? На курсе, да, на курсе. Причем мы друг друга видели. И машины друг друга видели. То есть, а рядом живете, пожалуйста? Нет, нет. У него просто там точка базирования была, где... И все, поэтому он так-то и машины друг друга видели. И все. Я еще думал, а-а-а, какая машина. За себя такую хочу. Да, у него был L200 лифтованный. Все, и у меня был в то же время L200. Но не лифтованный. Я думаю, вот какой же там нехороший человек ездит. Потом разговаривают, говорят, так это моя машина, как твоя машина? И все, вот, сошлись, то есть, и все. То есть, и 5 лет, вот, 5 лет назад обучались, и за 5 лет начали нарабатывать базу, учиться. Основная работа получается. Да, 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 основная работа. Что отучились, нашли себя в профессии и сейчас получается работать. У нас вот тут недалеко есть общество топограф. И мы вот у них прям улица. И мы вот так идем из дома в дом. Вот, а люди строятся. То есть, вот, с одной стороны... Советы друг другу. Так мы уже все друг друга знаем там. То есть, и все нас знают, все там здоровается, председатель нас знает. И вот так по улице я говорю, а когда на следующую улицу зайдем? Все смеются. Ну, они видят, нормальные, адекватные люди, и все, смысл искать других. Плюс еще мы всегда выезжаем. То есть, нам звонят, что-то случилось. То есть, мы стараемся как можно быстрее приехать и справить там. Ну, бывает, вот, иногда к печам делаем теплообменник и батареи. То есть, тоже прокидываете? Да, прокидываем. Люди приезжают, морозы закапало. Но им объясняешь, то есть, вот, иногда у нас рекорд 12 раз мы ездили. То есть, заработали 7 тысяч на бензин искатили 19 тысяч. 12 раз к одному клиенту? Да, да. Но это антирекорд. Нет. Дело в том, что печь была не наша. Когда я к нам обратился человек, он сказал, у меня с трубы бежит постоянно лужи черные. Да. Вот, можете приехать посмотреть, что случилось. Мы приехали, посмотрели. Мы ему объяснили, в чем дело, что здесь надо переделать вот так, вот так. Хорошо, сделаете? Сделаем, вот. И поехали в магазин. Купили, что надо, приехали, сделали. И получается так, что там стальная труба идет в стальную печку, собственно говоря. И на ней конденсат и бежит. И вот мы с этим делом боролись, долго ездили, пока они выяснили, что у него эта труба работает в качестве приточной вентиляции. Большой дом стоит, вот. Теплые полы. Вытяжка на кухне, вытяжка в зале. А, то есть нам обратно начинает тепло взрослаться. Да, и они работают вообще постоянно. В доме теплые полы, в доме тепло, вот. А это, он говорит, ну, в качестве аварийного, вот. А так как все окна пластиковые герметичные, это единственный приток воздуха. А задвижки не было там глухой какой-то? А, все равно. Не поможет. Просасываешь? Да. Потому что прям там дверь в дом открываешь, она прям прислала. Ну, как, вакуум. Вот. И решили проблему-то по итогу? Да, когда установили корточки альпийские. Ага. Тогда, да. То есть там, ну, ездили, все, не могли найти, комплектующие, все, то есть, ну, факт тот, что мы ездим к людям, то есть, ну, взяли, все, доделали до конца. Он говорит, все, вы, говорит, единственное, вот. А кончики уже не берут трубку даже, когда там у них все, потому что у них влажность, все. А вы, говорит, позвонишь, бац, и приехали. Насос отсюда берет? Да, насос отсюда. Снизу, бац. То есть, там, ведро подставляют или не подставляют, зависимо. Переливать, переливать приходят? Зачем? Только чистая вода. Грязную выливаем, да. То есть, один раз пропилили, и все уже. А его вот этого бачка хватает на полдня, если много пилить. Да? То есть, небольшой расход. А если вот, как сейчас мало пилить, то вот вчера, вот, вчера, вчера расходовали. То есть, воды немного расходуется. Ну, а почему именно такое? Чтобы насос дольше работал? Да, 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 да. Насос, насос. И если грязную воду использовать, то он вообще будет. Он так-то подпилить грязный. Вот у нас стоит емкость, где мы после пиления кирпичи моем. То глина не липнет, и все, и потом, как щель. То есть, он и не прилипает, не держится. Но без пыли, пыль же вот эта, наверное, жена. Да, 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 вот эта грязь. Также здесь же моется, вот, после обработки, когда фаски сняли. Ну, он споласкивается. Ну, слегка споласкивается. То есть, эта щетка боится, а потом слегка споласкивается, и все. Споласкивается, но опять же замачивается, чтобы не сухой кирпич использовать, а мокрый. На примере вот этого дома, да, крыши скатов, очень крутая крыша. Хотелось бы сказать, что сэндвичи в таких случаях устанавливать гораздо удобнее, чтобы не штурмовать такие крыши, и не строить кирпичные трубы. Ну, труба тут высокая, тут лазить надо будет целое дело. Я думаю, что труба вывешена, уже висит там, аспа-цементная труба. И к ней будем подключаться. Мы второй этаж пройдем кирпичом, вот, там отрежем, и уже подключимся уже в чердачном помещении. То есть, на крыше не будете штурмовать. Заказчик не хочет. И вот, кстати, это мы заставили вас торговать сэндвичами. Почему вы заставили? Ну, не потому что у вас их не было, а мы стараемся, то есть, вышел на чердак и дальше ставим сэндвич. Нет, это хорошее решение, на самом деле. На самом деле, да, правильное решение. И проще залазить, и проще делать примыкание, и все. Когда ты приходишь на объект посмотреть, и видишь такую кровлю, у тебя сразу голова болит, какая будет выдра там, и все эти нюансы. Да, и поэтому здесь сэндвич идеально, то есть, кирпичные трубы мы почти не ложим, то есть, вот, в этом году один раз. Переход специальный используем? Специальный, да, специальный, целиком комплектуемся, вот, китисовскими вашими, и все, то есть, сразу ставим, так или иначе заделываем, и все. Здесь просто я считал одно время, то есть, брал стоимость материала, стоимость работы для клиента, и получается, что клиента практически не то, что не переплачивает, если сэндвич берет, цена одна и та же выходит. В этом году сэндвич труба выходит на тысячу дешевле. Дешевле даже? Да, тут получается, несколько раз, все дорожает, и не поймешь, не успевает, ну, фактически один к одному, то есть, голову, ну, по скорости монтажа, по удобству, и по гидроизоляции, то есть, сэндвич, конечно, превосходит. Плюс его обслуживать удобнее, в нем ничего не образуется, ничего, дым просто идет, все. Гладкий. Гладкая труба, ее и чистить легче, и конденсат, ну, проще намного. Чай будем сегодня пить вот в таком самоваре живом, да? Да, я его привез с дачи, давно не заводил, в обычных, заводится. Проблем нету. Просто я помню, проблему, огонь запустить вниз под дрова, чтобы он загорелся. Тут же тоже, это же печь, тяга труба. Тяга, тяга оттуда, но здесь главное, чтобы туда вниз упало, и все, то есть, и мельники вот так вот подкидываешь, чтобы они загорелись, и все, они потом провалятся, когда разгорится, все нормально будет. Потом только подбрасывай дровишки. А потом только подкидываешь, и все. Тяга пойдет. Просто надо поставить. 10 часов вечера, самовар наконец зажигает. И все лепит чай. И кипятит чай. Не, ну, когда он загорится, он мгновенно, то есть. Быстро закипает. Быстро закипает. Процесс работы начинается с того, что мы встретились с заказчиком. Он обрисовывает, что он хочет. Я показываю свои работы. И потом рисую проект в программе скетчап. Вот он в таком виде получается. Это визуальный? Это визуализация, да. Вот. Это внешний вид с одной стороны. Вот. И внешний вид с другой стороны. Вот. У нас здесь еще такое, конкретно вот в этом случае, земля гуляет очень сильно. Сыра. Сыра, влажно. И дома скачут. Прям перекос идет очень сильный. Ну, и вот, когда выставили первый ряд кирпичей, стрельнули, куда выходит. Вот ниточки натянуты. Вот она ее, видимо. Стенка завалена, да? Получается, стенка заваленная. Штука в том, что зимой дом наклонится в другую сторону. То есть поставить туда кирпичную противопожарную разделку, не представляется возможности, но ее просто оторвет или отломит, или еще чего-то. Вот. И мы тут подумали, нас оценило. А ее же можно сделать по-другому. Противопожарную разделку. Вот это дело, вот, оцинкованный короб. Вот. Вот мы с Сережей придумали. Внутри кирпичей, который держит 1200 градусов температуру. То есть в процессе эксплуатации она уже не нагревает стены никаким образом. Ну, у него есть соприкосновение, получается, углом, да, здесь угловая часть? Да, здесь уже только угловая часть, вот не так сильно, вот. Но и опять же, даже если она будет нагреваться, там загореться нечему. То есть металл и киробланкет, таким образом. Ну, такая вот новинка. Ну, а так задача, получается, что там кухня, правильно? С той стороны кухни, да, комната отдыха. Со стороны кухни тут, получается, большая каминная дверка. Со стороны зала? Со стороны зала, да. Со стороны кухни у нас топочная дверка находится. То есть это печь со сквозной топкой. Это мне вот однажды так в голову пришло. Я сделал первую печь, потом начал смотреть, и в Ютубе люди тоже делают. То есть я придумал велосипед, по сути дела. Надо было Ютуб посмотреть сначала, а потом придумывать. Нет, здесь же идут мои технические решения. То есть мало ли кто там чего придумал, какие у него будут там, где какие ошибки могут быть. Мы брали, пытались использовать чужие по рядовке, потом их в результате переделаешь, и все равно получается своя. Здесь была раньше печь. Ее заказчик снес, когда купил дом. Печь была в аварийном состоянии. И он сам залил фундамент. То есть если бы мы заливали фундамент, мы бы его дальше подвинули сюда. Сюда поближе, да? То есть какие нюансы по кладке? По кладке, вот, предпринимание, мы вложим под лазерный уровень. Каждый ряд поднимаем? Каждый ряд поднимаем. Все легко и просто. Вот устанавливается угольник. И вот таким вот образом мы контронируем не толщину шва, получается, а высоту кладки кирпича. Потому что кирпич, допустим, вот этот кирпич 65 миллиметров, а радиусный 62 миллиметра. И толщину шва ты никак не отыграешь. А если мы выставляем, вот у нас швы 5 миллиметров. Ориентируемся на основной кладочный кирпич, вот на этом. Вот 65 плюс 5 миллиметров. А он по всей плоскости будет одинаково. Но все равно надо же базовый брать первые. Базовый, вот 65 миллиметров плюс 5 миллиметров шов. Выставляем здесь, чтобы у нас было 70 миллиметров. Вот. И пожалуйста, вот он и здесь 70. Он и здесь 70. И здесь, и здесь. Ну а в таком случае уровень используешь, когда кирпич кладешь? Уровень используем маленький, вот, чтобы подвернуть, когда получается хорошо, когда ложится. Ну, давай я покажу, да? Как укладывается. В своем примере, как раз первый сейчас в ряду, да, будет закладываться? Да, поэтому и юбочки снимаем. Ага, чтобы не светилось ничего лишнего. А когда большая печка, мы ставим с двух сторон лазер, у нас их два, вообще, с четыре стороны светится прекрасно. Так, лучше с того, с одной стороны, да. Немножко пеночка. Вот, и кеночка. То есть, притерываю немножко, вот. А дальше уже подбиваешь. И вот, видно, грань светится. То есть, оставляешь, чтобы она светилась? Да, чтобы грань светилась, вот прямо к самому кончику, вот она. А когда закладываешь в кирпич, например, уже вот здесь, вот, у тебя светится одна грань только. И вот тогда нужен уровень, чтобы ты поставил и добил ту, которая тебе грань не светится. Так же используем ниточки на вертикалях. Ну, чтобы отсюда угол не ловить, и получается, не подводишь. Раз, раз, все, вот она. Снял, вот. И еще один уровень, которым параллельность выставляешь. Раз. Немножечко в эту сторону надо добить. Расшивочкой углубили швы. Опять же, их продавливаешь в этот момент. Вот, уплотняешь таким образом. Вот. И излишки, которые запачкался кирпич, удаляются просто пластиковой щеткой. Не металлической, а пластиковой. Чтоб линии не было. Да, чтоб не оставалось линии. Омуется печка уже потом, когда, перед тем, как затопить, перед тем, как сдавать заказчику. Еще тут подглядел, вот, швы используете базальт. Для чего? Вот. А в данном месте, получается, у нас вот такой высокий хайло, отсюда во пламя идет. И вот эта стенка, получается, максимально термонагруженная. Она расширяется, вот, и чтобы она не выдавливала нам со временем кирпичи. Вот, она. Да, то есть демпфер используется. Как демпфер, да. Вот этот базальт. Еще внутрь подглядел, в эти стали плиты ставят. Для нас новинка была. Да, вот это привезли мы бетонная. Вот это, в этом году, это уже четвертая печь, на которой мы используем ваши плиты. Нормально держат они? Как вообще практика показала? Практика показала, на данный момент, что очень удобно использовать в работе. Большие, в эти перекрывать можно, да? Да. Вот, то есть до этого, если мы делали на такое перекрытие, мы в три ряда высотой делали перемычку из кирпича, как правило, из шамотного. Вот, но это очень много времени тратится, ну и тоже бывает, что там где-то треснет, выпадет. Я в проекте видел, если не ошибаюсь, нам это как раз перемычка нарисована. Да, как раз перемычка, потому что этот проект дорабатывался предыдущий, с прошлого года проект. Вот он был, был проект адаптирован под эту печку. Мы потом красим варочную поверхность и красим бетонную перемычку. Тоже в черный цвет? Тоже в черный цвет, да, смотрится вполне хорошо, аккуратненько. По установке дверцы в короб, вот, мы стали подкладывать лист базальта под всю печку. Снаружи? Да, снаружи, вот. Устанавливаем в короб, вот, но короб мы устанавливаем дверку на анкера. Да, ну то есть короб сначала, а дверку позже? Да, вот, дверки мы вообще ставим, как правило, в последний день. Уже когда печка вся помыта, чтобы оно все было чистенькое, но иначе вот тоже получилось запачкание. Она, конечно, отмывается, но все равно. Каким образом? Сначала ставится короб, до дверки размещается, просверливается четко, чтобы он совмещался. Устанавливается короб, потом ставится дверка и засверливается под углом с помощью перфоратора, без долбежки, просто засверливается кирпич. Ну, тоненьким сверлом, который из тела от этого самореза, да? Сверлом, восьмеркой, используем рамный дюбель. Он вставляется и подтягивается. За счет того, что под углом, вот, когда начинаешь притягивать, он придавил, сжал. Ну, здесь и уже дверь получается герметичная, не только сама дверка, но и сам установочный узел получается герметичнее. Ну, что считай, по оцинковке, ты здесь щель все равно, да, может быть? Да, по нержавейке щель здесь получается. И опять же, под футеровкой, там, между футеровкой и самим коробом тоже может щель образовываться. А это срезаешь потом? А это потом срезается, да. Вот с той стороны уже установлено, уже срезанно, даже не видать. Это я не обрезал, специально, чтобы показать. Таким образом. Вот это вот мы начали в этом году вот таким образом устанавливать. Сколько времени, ну, сдачу объекта подобного? Примерно 5-6 рабочих дней. 5-6? Да. То, что мы с Сергеем работаем вдвоем. Первый день пришли, у нас вот вся куча кирпича встали на двух подмостях. Мы весь кирпич перетачили. И уже потом. То есть, иначально большой объем прорабатываете? Да, а потом, когда начинаешь ложить, я ложу, вот, Сергей все пилит. На, допустим, 2-3 ряда уже напилили, вот, тогда он тоже подходит, со мной уложит. Потому что Сергей мне не подсобник, а такой же печник, как я. Ну, здесь пожит быту, да, вот зашли, получается, сразу от пыли защищаете все? Да. Снизу усиленно тоже? Да, это баннера наши. То есть, мы их потом свернули на другой объект? Да. С объектом на объект они так у нас ездят. Бывает так, что прям один баннер вырежем. По форме, и все. Ну, тут еще разговаривали, что микроволновки, все с собой, то есть, полностью комплект. Да, бывают объекты большие печи, вот, мы прошлой делали печь 3,5 недели, ну, почти месяц, вот. На одних бутербродах шибко-то это не проживешь, поэтому мы вот возьмем с собой у нас микроволновка, чайник, нынче самовар Сергей привез, вот, таким образом. Так, а здесь, получается, футеровка вся шмотная же идет внутри, да? Ресчатка. Вот, это, не, не, низ ШБ-8. То есть, колосниковую решетку, так, колосниковую решетку мы утопили вниз, вот, специально, чтобы было удобно дожигать, когда угли остаются, сгреб их сюда на колосники, они быстренько догорели. Колосник сдвинули сюда, под плиту, специально максимальная температура, чтобы плита грелась хорошо. То есть, вся футеровка на лесчатке, да? Да, лесчатка. Нормально стоит, то есть, вообще, как с лесчаткой, нравится работать? Ну, с лесчаткой, да, нравится. Вот, потому что она, по геометрии, гораздо лучше, чем тот же ШБ-5. Здесь, когда печку протопил или топишь, так, как вверху, да, у меня тут, то есть, спокойно ставишь сюда кирпичики, рамочку, и можно шашлыки жарить спокойно, дождь, не дождь, то есть, ничего не надо. То есть, такой же большой дверью, когда есть? Да, 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 я постоянно у себя дома это делаю. То есть, погода плохая, чип протопил на летнем ходу, все, и спокойно, можно даже ставить, томиться, готовить, ну, типа русской печки, вот это вот. Вот такая чудо-лестница, собственно говоря. Вот она, как обычная лестница. Она из двух, да, состоит, получается? Да, она же из тремянка, таким вот образом встает. Вот, то есть, это где-то что-то подвезет до потолка, вот. И она же является лесами. Девушка, помоги. Их вообще четыре, палки. Но мы пользуемся только двумя, потому что залазить тогда будет неудобно, если полный комплект собрать. Две диагональных и две таких. У нас одна сторона, чтобы залазить, подходить было свободно, поэтому мы пользуемся только двумя. Стоит вверху с глиной, стоит киркерчич и стоит полицейский. То есть, пожалуйста, да, свободно можешь работать и тот же уровень каждый раз увеличиваешь, подымаешь, подымаешь. Иногда, когда тесная, вот эта не залазит большая вот эта вот. То есть, вот это вообще милое дело, то есть, где-то в угол запихать еще, то есть, она маленькая, узенькая. И перевозится в багажнике автомобиля, в универсале прекрасно. Либо сверху привинчиваем, на крыше багажника и все. То есть, вот это очень удобная лестница. Единственное, что узковато немножко. На этой стоять намного удобнее. Ну, то есть, это второй вариант тоже лесов. Это как и стол рабочий на улице, если надо, так и как и леса в доме свободно используются. Ну, вот мне вот этот уровень нравится, что, считай, через каждое сколько тут? 30 сантиметров? Да. То есть, можешь поднимать, поднимать, чтобы удобно было работать. Такая ситуация, когда заказчик говорит, вот хочу поменять печь. Вот давайте вот эту старую убираем, вот. И будем делать новую. Спрашиваю, а что не устраивает-то? Да она говорит, не топится, дымит и так далее. И мы когда разбирать печку начали, вот. Она вся под штукатуркой, все. Разбираем, вытаскиваем волшебные кирпичи. А она напрочь вся засыпанная золой. Ее как сделали и никогда больше не чистили. То есть, достаточно было бы почистить, и она бы работала? Просто достаточно было бы почистить, и она бы работала. Но это можно как совет для наших зрителей, что в первую очередь, если не трогается... Особенно если вы купили дачу, вот, там уже стоит печь. Пригласите печника, чтобы он вам сначала почистил печь, а уже потом принимайте решение, сносить или не сносить, ломать или не ломать. И еще в этом году случай был, хорошая печка Подгородникова, русская, совместно с отопительной и ванночной. Сложили, хорошо сделано, но неправильно топили, не в той камере. И печку просто пришлось демонтировать. А из-за чего? Из-за неправильной эксплуатации. Она полопала. И они топили в самое маленькое, которое нужно так, чуть-чуть щепочкой подглавливать. Чтобы подготавливать, готовить. Не с того места топили и все. И хорошую печку просто угробили. В гостях у печеника. Вот, посмотрите, печку делают печеньки себе. То есть, сапожник с сапогами, в данном случае. Сапожник с сапогами, потому что это вот первая печка со сквозной топкой, которую мы сделали. На себе опробовали. Да, на себе опробовали. И люди стали подъезжать. Они прям приезжают ко мне домой, смотрят, ходят и потом говорят, такая же. И сегодня вот я был, вы поехали к Петру, а я заскочил рядом и показал фотографию. Он говорит, это именно то, что моей жене надо. Все, все, я буду вас ждать. Особенность. Спрашивают, как греется. Вот здесь, вот здесь пустота. То есть, канал, компенсатор, так называем. И вот эти ряды теплые, вот эти вот два ряда, они теплые. То есть... А за счет чего? За счет того, что там канал, он связывает вот этот. И вот этот колпаки, дымоходы. Дым между собой. Колпак опускается? Да, и здесь вот пустота, то есть, там дым. Как он там что делает, не знаю, но теплый. Потому что мы сразу изначально его заложили, и он теплый. А прочистки с той стороны, да, получаются? Да, вот здесь вышибной кирпича. Здесь вышибной кирпича стоят, потому что уже сколько тут вот сильно много прочисток получалось. На себе согревал. И люди говорят, когда с двух сторон, левая больше греет, правая больше, все. Специально отсюда увидим, нет? А вот видно. Вон в подъемных каналах два прогара, слева и справа, которые подталкивают в подъемных каналах, и все. И все зависит от дров. Дрова на левый бок завалились, в правую больше. Но специально я брал пирометр, мерил, то есть, после того, как печку закрыл, левая сторона и правая всегда одинаковая. Ну, есть чуть-чуть разница, там несколько градусов, это не критично абсолютно. Сэндвич труба или кирпичная. То есть, вот мы сейчас говорили, вот здесь монопереход стоит. То есть, так как я вечером поднимаюсь, когда печку протопил, я топлю печку вечером, после чего наверху у меня засыпаю я с открытым окном, часа в три просыпаюсь, окно закрываю. Но вот это не нагревается. Здесь сэндвич можно всегда трогать рукой. То есть, сэндвич. Если это еще бывает сильно горячее, потому что пока все обороты, все, то сэндвич всегда очень теплый. То есть, не критично. И как может он там, что зажечь, что говорят, вот сэндвич нельзя, там сколько человек сгорело. То есть, наше мнение, это только неправильный монтаж. Перекрытие можно проходить только целых рукой. То есть, об этом сколько раз говорилось, но мы постоянно сталкиваемся, что в перекрытии шов. В стыке бывает, да? В стыке, да, вот как бывает и все. То есть, два года печки, да? Два года стоит. Два года печки, да. Но вот здесь тоже, да, вот подзакоптило немного. Сегодня мы снимали, да, Алексей проговорил, что как раз вот на этом примере вы решили сделать. Именно на этом, что мы сейчас подкладываем базальт, потому что вот здесь стало подкапчивать, мы увидели. И все, и всем теперь заказчикам мы ставим на базальт все больше жалоб нигде не было. Да, на любую, причем это неважно, сквозная топка, не сквозная, мы все равно так ставим. Если есть короб, мы подкладываем базальт, это однозначно. Ну, здесь та же печка, только с кухней, кухня у меня невысокая. Вот, это вентиляция, то есть в клубу сварочную и все. Хочу поставить сюда дверки, и тогда это будет такая огромная, хорошая духовка типа русской печки. То есть, там стоит квадратная толстая плита. Замечательная, которая очень хорошо себя показывает. Ну, а вообще, это казанная же. Да, да, казанная. Там уже и плов готовят. Можно, я туда ставлю компот, я ставлю щи, борщи, когда зимой готовлю. Сегодняшний день наш подошел к концу уже, мы весь день сегодня. Спасибо, Алексей, что повозил нас, показал Краснояр. Сейчас покатаемся. Хорошо, да. То есть, были на объекте, у мужиков посмотрели, как они работают. Сейчас приехали к Сергею домой. Да, очень удобно иметь печку, потому что заказчики, кто местные, подъезжают и смотрят перед тем, как договариваться. То есть, вживую. Тут еще есть растопи, чтобы она тепленькая была. Ну, зимой она у меня всегда тепленькая. То есть, ее даже сутки, то есть, я топлю даже, вот морозы были, как в сутки. Все, то есть, два раза ни разу не топил. Ну, вот, сейчас побывали у Сергея, посмотрели работу. То есть, с чего у мужиков и началась работа со сквозными топками. Это уже их фишка, так скажем. Ну, вот, такой день. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ваш Печной Мир. Всем пока. И его печники-партнеры. Да, и печники-партнеры. Всем пока.